Я уже опаздываю на фильм. Напялила сегодня боди, чокер. Всё, гоу-гоу-гоу-гоу-гоу! Ну что, сходила я вчера на фильм. Отряд самоубийц. Фильм не превзошёл мои ожидания. Он мне понравился, но он мне понравился больше графикой. Именно то, как он снят, какие-то моменты. Но было много моментов, которые затянутые, которые ненужные, я лично считаю. А если и нужные, то их можно было как-то ускорить, обыграть по-другому. В общем, да, есть затянутые моменты, и за счёт этого они становились неинтересными и неважными. Сам режиссёр, я так понимаю, хотел поставить на этих моментах акцент. Допустим, даже если брать с точки зрения сюжета, начало очень интересное. Вначале начинает что-то завязываться. А потом просто посоветуйте, кстати, ещё какие-нибудь фильмы. К прошлому видео писали пару советов, и я их обязательно посмотрю. На данный момент сейчас смотрю по вечерам в свободное время Гриффинов. Я обожаю просто их вот этот юмор. Играю в последнее время в игру Guild Wars. Очень мне нравится. Guild Wars мне напоминает чем-то вот смесь линейки, кто играл. А потом WoW, может быть Аллоды, что-то такое. Быстро освоилась в этой игре, несмотря на то, что она именно английская. Она не русифицирована. Если вы такой же любитель поиграть, то советую эту игрушку. Обязательно скачайте и поиграйте. Тем более, что она бесплатная. Сейчас донат присутствует везде абсолютно. Даже в каких-то браузерках. Честно, я никогда, ни разу, вот сколько даже в линейку играла и докачалась почти до 90 уровня, я никогда не донатила. Но вот у меня принцип. Не потому, что мне там жалко было, либо денег не было. У меня принцип такой. Если я играю, значит я играю именно в игру и использую все ресурсы, способности игры. Задонатить может любой, правильно? И получить какой-то офигенный шмот, оружие. Все возможности игры использовать и быть офигенным, это не каждый может, правильно? Вчера такой прикол произошел. Когда вышли из кинотеатра, мы собрались ехать домой. Нужно было зайти еще в супермаркет, там воды купить. Мы сели не на тот автобус. Я всегда придерживаюсь того, что не нужно садиться на незнакомые маршруты. Но мы в итоге сели и уехали у Куева. Мы вышли где-то в полях. Кто воронежец, тот, наверное, знает химзавод, где находится. Вернее, мы на пивзаводе вышли. Мы потом пешком прошли в сторону города. Дошли до химзавода, чтобы узнать адрес и вызвать такси. В итоге мы вызывали такси и в этот же момент подъезжает автобус. Мы отменяем быстро такси, садимся в автобус. Едем, доезжаем до кольца, где 80-ка ездит. Короче, по матросово и вверх. Мы вышли на этом кольце. Стояли, ждали 80-ку. Я не знаю, минут 20, наверное. И потом уже вызвали такси. Такое было приключение у нас. Так что не садитесь никогда на незнакомый маршрут. В общем, у меня нет дома ничего. То, что есть, из этого мне нужно приготовить покушать. Я в последнее время не готовлю много, как раньше. Борщи, супы, причем такие добротные кастрюли. Чисто на один, максимум на два раза, чтобы это осталось. Не люблю долгие готовки. Для меня это просто рутина. Поэтому я люблю что-то быстрое такое, на скорую руку, но в то же время вкусное. Короче, заходите в мой инстаграм, и вы увидите, что там в последнее время очень много жирачки. Я уже, в принципе, очень хочу кушать. Поэтому сейчас буду быстро-быстро-быстро это все готовить. Буду мариновать лук. Пожарю кабачок. Кушать мясо. И у меня здесь два яичка. Я сделаю омлет. Вот такой вот срач. Готова. 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 Принтного. Фоточка уже в инстаграме. Навожу порядок со своими камерами. Так как мне скоро уезжать в Ступино. Мне нужно определить, какую камеру взять с собой. Стандартную свою камеру, на которую я раньше снимала. Которая Nikon Coolpix 820, по-моему. Я уже на нее давно не снимаю. О, боже! Никогда не снимайте и не покупайте квартиру, либо дом возле дороги. Я тут потренилась. Решила съесть апельсин. Ничем таким не нажираться. Офигенный апельсин. Сейчас попробую почистить второй. Посмотрю, поем я сегодня вообще или не поем. Все-таки поем я сегодня. Только что снимала видео про аптечку. Закрыла дверь. Было шумно, и я эту дверь просто прикрыла. У меня здесь помощники. Ковыряла, ковыряла, расковыряла. А то бы я не знаю, что бы со мной было. Собралась перекусить. Без фоточек невозможно. Без фоточек невозможно.